Айдер, здравствуйте, мое вам приветствие, спасибо, что вы сегодня с нами на этом стриме, я уверен, что сегодня будет много интересных тем, и ребята подготовят вопросы, и у меня здесь есть вопросы. Спасибо, 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 рады вас видеть. А мы уже в прямом эфире? Да, мы уже в прямом эфире, потому что я же уже был в прямом эфире, а вы подсоединились к этому эфиру. Я понял, я просто так, без прелюдий, первый раз такой, я хочу сказать зрителям вашим, вот, и зрителям моего канала, которые будут это смотреть уже в записи, ну вот, значит, что просто нас свел один человек, который, ник Дэн, который писал мне в ютубе, это зрители моего канала, и донор, спонсор, один из спонсоров моего канала, написал, что ты есть такой человек, и не хотите ли вы поговорить. Ну, я вообще-то осторожно отношусь к новым знакомствам, даже виртуально, потому что были очень такие глупые опыты, но я не жалею ничуть, там просто тоже хорошо проверить разных людей, но, про вас, я слышал, хорошее, поэтому я сразу не раздумываю, согласился, я надеюсь, что это будет, как бы, ну, всем хорошо, и вашим зрителям, и моим зрителям, и подписывайтесь на канал, Эйдер Муждобаев, очень просто написать, найти на ютубе, у меня только в фейсбуке нет, откуда меня просто вырезали каленым железом. Везде в остальных сетях я пока еще не существую. Да, там такая политика, да, спасибо большое, Дэн, это наш модератор на нашем канале здесь, и поэтому большое спасибо Дэну за то, что он помог организовать эту встречу, я уже рассказал, еще расскажу, а также Виталий Александрович, который переписывался со мной и тоже помогал в организации этой встречи, поэтому, друзья, большое-большое спасибо. Спасибо. Айдер, я бы хотел начать, знаете, с чего? Это обращение Путина к федеральному собранию. Вы, не знаю, уже успели почитать, посмотреть и ознакомиться с этим? Ну, я могу коротко сказать, он махал ядерной дубинкой, потому что его Макрон разозлил. Вот. И, значит, сейчас такой период, когда у Путина такая, такое задание. И вот даже смотри, Игорь, а можно на ты? Конечно, можно. Да, я... Думаю, что Путин вообще посвятил и эту свою речугу. И это вообще такая малява Западу очередная, да? Вот малява Западу была убийство в день Мюнхенской конференции Навального. Это малява была, это был его месседж, да? Вот в седьмом году он выступал с трибуны, его не услышали, не поняли, кто такой наш фюрер-то, не поняли. Он подумал, как так, я фюрер целого русского вот этого быдлостана, а меня не оценили. Я им серьезно говорил, что я все разнесу тут к холинам собачьим, да? А вот сейчас он им отправил сообщение такое в виде своего убийства с человеком, который находился у него в распоряжении полном, да? Ну, что типа, а что вы мне сделаете? Это продолжение этой серии. Сейчас на такой сжатом виде очень понятно, что они делают. Они активизируют все гибридные фронты, они вбрасывают только в антиукраинскую компанию в Украине полтора миллиарда долларов, как наша разведка сообщает. И даже называют имена людей, к которым они обратились, пока не назвали, сказали, что не знают эти имена. Может, зря спугнули, не знаю. Вот. Значит, плюс, вот по Франции мы говорили с Андреем Шкилем в эфире телеканала АТР, где я имею честь работать. То есть во Францию столько пропаганды, столько троллей русских сейчас. И все они говорят одно и то же. Переговоры, мир. Правда, Путин никакой мира никому не предлагает. Но это вот такой нарратив, да? То же самое повторяет Трамп, то же самое повторяет Такер Карлсон, то же самое повторяет Илон Маск и просто проще вот это шушера подкремлеванное, да? Не при этом соблюдая главный закон мафии. Ни слова плохого о Путине никогда. Вот что угодно, но вот про Путина в никотинном контексте не раз. Даже когда у Трампа спросили, значит, про Навального убийства, он начал говорить, ой, это наша судебная система, то есть, не дай бог, увезти. Он заговорил даже, я не знаю, там, про жопу макаки бы. Вот только бы не упомянуть фамилию Путин, случайно просто не оговориться. Потому что договором это не предусмотрено, да? Вот. Между ним и хозяином его. И дальше вот этот год, он решающий вообще. Я не знаю, может быть, дальше еще хуже будет для всех нас, я не знаю. Но, по крайней мере, сейчас выглядит так, что этот год решающий, потому что им удалось оттянуть финансирование Конгрессом. На максимально возможный срок они это сделали, вот сколько могли, да? И, надеюсь, до конца марта примут, но сколько времени прошло? Более полугода. Это же истощение снарядов, истощение пуль, истощение расходных материалов войны, которых нет просто нигде больше, кроме как в Америке. Это тоже знаю ситуацию, я говорю, с европейскими политиками, с некоторыми журналистами и так далее. Плюс активизировали, они всегда выбирают проблему, которая реально существует в каком-то виде, и умножают ее на 10, да? Вот, польские фермеры. В Литве нет этого, в Латвии, в Эстонии нет там, что нет фермеров. Это что, не ЕС? Это что, не такой же конкурентный рынок, да? Почему в Германии там нет, а Франции уже есть, да? Вот они, где им удается, где у них сильнее агентура влияния, туда они вкидывают деньги, организуют блокады, протесты, вторые фронты открывают там со спины и так далее. А главная роль самого фюрера, это, во-первых, показать, что вы мне ничего не сделаете убийствами там Навального, репрессиями, посадкой там главы мемориала, что угодно там. Он просто издевается над западной демократией, просто изнущается, да? Да? Вот это бесконечный поток боеприпасов от Кима, фактически от Китая, да, там завуалировано, да? То есть, а что вы сделаете? Вы сопляки, засранцы, ничтожество, вы не можете снарядов собрать там 800 тысяч, а у меня 3 миллиона одна Корея поставляет. Да я всех тут забомблю, уничтожу. И на фронте метод уничтожения, что они делают? Они же не в какую-то там честную войну. Они просто пользуются преимуществом, часто 10 или даже более кратным, они просто равняют землей все, до чего могут дотянуться. Сейчас наши там сбивают самолеты, которые эти делают, эти кабы кидают, да? Смертоносные тяжелые бомбы. Они могут себе позволить это пока. Пока нет их 16, пока нет грифенов там шведских, пока мы просто не дотягиваемся, для них так как хотелось бы, и то дотягиваемся, да? Это просто какое-то чудо. Каждый день сбивают по одному, по два самолета, которые этим занимаются. Но все равно преимущество их настолько велико, что их задача сейчас вот в выигранном в этом времени без финансирования сталого американского максимально отгрызть территории, максимально расхитать суспильство украинское изнутри, внушить ощущение поражения, внушить ощущение безнадеги и одновременно отпугнуть Запад. То есть вот мы тут бьем, нас тут больше, да? У нас больше там оружия и так далее, мы... Украина сопротивляется, а мы ее бьем, грызем, бьем, бомбим, 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 не остановимся, а вы не лезьте. Потому что у нашего пахана есть ядерная дубинка, если что, в ядерный пепел. Он уже наверняка там и про то, что вот все в рай попадут, все в ад попадут, мы в рай, и что это конец цивилизации, что это такое прочее. Это целая программа оболванивания разных слоев и разных стран, да, начиная с Украины, заканчивая Соединенными Штатами и там, может быть, Австралией. Мы просто не знаем, какую-нибудь пропаганду в Австралии ведут. Ну вот хотя бы тут мы примерно это все представляем. Я правильно себя писал, нет? Да, в принципе, правильно. Друзья, хочу сказать, вы видите на экране QR-код, это канал Айдер Муждабаев. Кто не подписан, переходите по ссылке и подпишитесь на его канал. Нам задают вопрос, значит, такой вопрос. В Европе все больше и громче говорят политики и обычные граждане о том, что Америка ненадежный союзник, и доверять США сложно, что про это думают простые американцы и говорят ли вообще об этом. Но я могу сказать, как американец об этом, буквально несколько слов, Айдер, ты потом добавь, если у тебя есть что сказать, да, что Америка страна действительно демократическая, да, единственное, что у нас есть такое сейчас явление под названием трампизм. Я думаю, что многие про это понимают, знают. Почему я говорю, что Америка в целом не отказывается от Украины, больше скажу, что и демократическая и республиканская партия, умеренная республиканская партия поддерживает Украину. Еще раз хочу сказать, что 70 сенаторов-демократов проголосовали за помощь Украине, а в нижней палате примерно 350, там даже чуть больше, по-моему, человек, которые сегодня поддерживают Украину. Есть вот это крыло, да, которое сегодня, естественно, использует любые политические свои очки для того, чтобы каким-то образом повлиять на выборы, для того, чтобы помочь трампу и так далее. Мы видим сегодня этого Майка Джонсона, который говорит одно дело и другое. Он же постоянно говорит о том, что надо помогать Украине, мы помогать будем Украине, но при этом никаких дел нет. То есть слова одно, действие другое. А если брать в целом Америку, а вот американцы, американцы хотят поддерживать Украину. Вот буквально я выставлял видео в телеграм-канале, я, по-моему, тебе посылал, Айдар, это видео, там, где на ралли у Трампа задают вопрос трампистам. Я не успел просто его посмотреть, у меня эфир был сразу. Вот, я тебе в двух словах просто скажу, и вот там люди открыто говорят, то есть трамписты, что Россия это не наш враг, и что в Украине коррупция, и что... То есть вот прямо открытым, открытым текстом, что вот так, понимаешь как. Но это не работает пропаганда, мы же возвращаемся к тому, о чем я сказал. Кинуты колоссальные деньги еще с момента первых выборов Трампа. Если кто-то меня не знает из твоей аудитории, Игорь, я летом 31 июля 2016 года написал пост, к сожалению, остался только скриншот от него только, но который гласил, что Трамп это, по сути, агент Путина, и что он делает на него ставку. Я видел, как они его облизывали, как они потом выяснилось, тратили на него вот эти деньги на ботофермы, которые на чистом английском языке давили на болевые точки в тех свинг-штатах, да, чтобы он победил, и они добились своего. Эта победа была неожиданной даже для Трампа, он не надеялся на эту победу, но русские привели его тогда к власти, они рассчитывали на вторую победу подряд. И поэтому из-за вторжения, оно же, он докапливает востято, начало весной еще, в апреле 21-го года, и вторжение второе было рассчитано послеинагруционный Трамп, все, Трамп второго срока, и мы делим мир. Трамп признает величие Владимира, значит, как-то с ним договариваются, Украина оккупирована, все выдыхают, как бы, ну а дальше как-то живем, да. Но вот Украина сломала этот сценарий, а что теперь делают вот республиканские вот эти ультрасы и так далее, и так далее. Вот, обратите внимание, это очень тонкие настройки. Есть такая книга, я уже говорил об этом, но не вашим зрителям, не твоего канала. Есть такая книга, которая, казалось бы, не имеет никакого отношения вообще к этой истории. Книга 11-го года или какого-то, не помню, 10-го. Книгу написал Игорь Рабинер, спортивный журналист, с которым я когда-то общался, дружил даже в Москве, был в Спортэкспрессе, я не знаю, сейчас просто переключился со мной общаться, но это босс, это его дело, вот, и он написал книгу «Как Россия купила чемпионат мира по футболу». Ее можно скачать даже, мне кажется, где-то в PDF, но ищите по-другому названию, «Как Россия получила чемпионат мира по футболу», потому что издательство застало и заменило слово «купила» в оригинальной ручке, но «получила». Я-то лично точно знаю от Игоря, и он даже на пресс-конференции в презентации сказал, что вот изменили, но я настаиваю на своем названии, ну окей, я вам говорю, что настоящее название купила. И когда ты читаешь эту книгу, это чисто журналистские истории про интервью, когда кацапы хвастаются друг перед другом, что они сделали для своей великой родины и для фюрера, чтобы чемпионат мира по футболу прошел вот в Москве, да? И они хвастаются, раскрывают все тайны работы, как они разделили весь мир на сферы влияния, как они вот эти свинг-штаты находили, то есть колеблющихся голосующих членов FIFA. С альпиадой, уверен, такая же фигня была абсолютно, да? Сочинская и так далее. То есть они работают технологично. Это КГБшная технологичная аналитическая работа. Огромное количество людей. Это и фотофермы, это тысячи людей, это миллиарды долларов. Они находят ничего не случайного, ни один комментарий, который вам кажется идиотским, на самом деле в основном это 99% не идиотские комментарии, это глухопродуманные комментарии. На пользу Трампу вот эти нарративы, которые продуцируют вот как источник, излучатель вот это Москва, да? Но если бы это было телевидение, как башня, вот башня расходится, лучи во все стороны, они это ретранслируют, они это предложат, даже под какой-то штат могут предложат, да? Который им интересен. Вот они сейчас, я уверен, работают. Все усилия на свинг-штатах у них. Все. Ну, на Трампе как для всего, как бы для всей Америки и так далее. То есть ничего не меняется. Они выбирают, они делят, они ссорят, они покупают, они находят слабые места, компроматы, они помогают закрывать проблемы, они финансируют, когда не хватает денег, они платят долги. То есть там работа просто, ну, на самом деле, не хочу это слово в отношении к АЦАПу употреблять, но эта работа, ну, блестательная, как вот диверсионно-пропагандистская работа, и ее очень жирная, очень денежная. Они в состоянии покупать огромное количество разных, любых мировых политиков, которые продается, Путин купить может. Вот мое утверждение такое. К сожалению, нет, я с тобой согласен с этим. Вообще информационная поездка, вот у меня есть один знакомый, он мне иногда, он такой эмоциональный очень человек, он республиканец, да, но он мне периодически его то произойдет и говорит, ты посмотри, что в Фейсбуке творится, там все, Трамп выигрывает, там все, Байдена уже нет, там уже, то есть и постоянно идет нагнетание негативных каких-то сторон, деморализация, это называется деморализация, это чем они занимаются сейчас в Украине, все пропало, Запад вас кинул, ничего не будет, это одно и то же, просто подставляй слова, работает, еще раз говорю, работает технология практически на автомате, уже давно, но года 16-го я за этой технологией, по крайней мере за этим автоматом пропаганды наблюдаю. И, кстати, если вот сказать к этому видео, это видео поставили, это канал NBC, да, и репортер канала NBC ходил по ралли у Трампа и спрашивал, значит, у трампистов отношения к Украине, и к Соединеншатам, России и так далее, да. Так вот, если почитать комментарии под этим видео, да, то там все понятно, насколько люди адекватно смотрят и следят за всей ситуацией, насколько они понимают, почему вот эти трамписты многие, да, мы знаем, что Трамп говорил, что ему очень нравятся люди, которые необразованные, а необразованными людьми очень просто управлять, им можно сказать, что вот это так, и все, и не нужно проверять, не нужно никаких фактов. Ну, Трамп, Игорь, Трамп использует, не использует предложение длиннее пяти слов. Вот посмотрите, как он разговаривает. Он разговаривает, как вот, я не знаю, на детском утреннике, вот, читали состворение по строчке. Вот он строчку договорит, потом паузу, другая строчка. Там он говорит, Владимир is my friend, it's not bad, it's good. Дальше там, да, Маша мыла раму, мама мыла рашу, рашу мыла парашу. Вот уровень общения такой. И как будут умные люди вообще на это покупаться, я не знаю, это какая-то кашпировщина. Но то, что он объединит вокруг себя всех дебилов, всех умственных недоносков, и садистов, там, расистов, всякую шваль, и просто дураков, идиотов, это как раз тоже часть лимонской технологии, поднять со дна вот этот брагеналитет и кинуть его к избирательным участкам. Многие же здесь не голосовали вообще до появления Трампа. Не было своего, классово-близкого не было, шарикова не было, которого можно было там управдованным избрать или назначить там, или там и так далее. И вот они повели его, они подняли этот электорат снизу. Наша сейчас задача, чтобы электорат вот сверху, грубо говоря, чтобы это интеллектуалы снабливые, всякие вот эти молодежь, которые там думают, ну, типа, у нас тут секс, там, марихуана, там, я не знаю, что там волнует молодежь сейчас в Америке, да, музыка и так далее. Ребят, найдите день, зайдите, забаньте этого Трампа. Но на самом деле это даже не 19 век, это вообще какие-то обезьянные игры просто, ей-богу. Да, питание от Марии Мир, питание на вашу думку, чьи можлива в майбутнему демократизация России, чьи ця вина назавжды. Вообще, вот такой вопрос, Айдер, к тебе. В России вообще есть какая-то оппозиция? Вот с твоего, скажем так, понимания. Есть хоть какие-то люди там, которые действительно могут сегодня, находясь в России, помогать и Украине, и миру в целом? Ну, какие-то люди и оппозиции, это разные вещи все-таки. Хорошо, давай начнем с оппозиции. Вот какая оппозиция сегодня есть в России? Да никакой нет. Она полностью разгромлена, деморализована, обдурена, переведена в ранг спонсоров штаба Навального во главе с Волковым. Это просто коммерческая структура. Они сначала увели для того, чтобы, ну, понимаете, с уличных митингов монетизации не получишь. С уличных митингов тебе никто донатит, просто так не будет. Нужно было создать вот эту медиаплатформу такую, да, такой автомат для зарабатывания денег. Вот как вот в Лас-Вегасе, наверное, кто-то был из нашей аудитории не раз. Вот, ну, надеюсь, не остался там навсегда. Так вот это, они создали такой аппарат, красивый, привлекательный, там все крутится замечательно. Вишенки, тортики там выпадают всякие. Они показывали эти блестящие унитазы Путина. Они что-то еще. Ребят, вы только на улицу не ходите, только не надо нигде протестовать. Вот Немцов звал протестовать и к делу. Но это подсвидом, подсвидом и читалось, да. То есть это был другой тип оппозиционного лидера. Я не говорю, что там Немцов был кумиром оппозиции какой-то. Ее там вообще нет. Это просто разные люди совершенно, да. Но Навальный предложил очень легкий путь. На улице холодно, там садится телефон. Значит, хочется кушать, да, и так далее. Зачем? Бери попкорн, садись и смотри дворцы Путина. Ставь лайки, ставь 300 тысяч лайков, 300 миллионов просмотров. Путин, уходи, уходи, уходи. Ты нас застал, ты нас застал. И вот они сейчас, вот это сумасшедший дом уже на выезде. Уже многие их по жопе уже веслом уже оттуда. И все уже понятно, и все. И они все как ушиблены этим веслом, да. Они носятся по всему миру и рассказывают, начинают. Я не хочу лично даже говорить, ну, хорошо, да какая она политика? Она сам полезла в политику. Юлия Навальевна опять рассказывает эти сказки русские про щуку и печку, да. Вот что эта великая русская щука оппозиционная сейчас вылезет там. И как золотая рыбка исполнит все желания Запада. Вы только дайте нам денег, да. Вот. И так далее, да. Сверните нам Путина, а потом мы построим демократию. Мы же оппозиция, а я уверяю вас, что они не построят никакую демократию. Это оппозиция сектантского, абсолютно вождистского типа. Она найдет себе нового вождя, они найдут себе новые какие-то... Слушайте, найти какого-нибудь, я прошу прощения, ксенофоба белого с голубыми глазами, который будет там говорить мигранты вон из Москвы, но я хочу демократическую Россию. И, слушайте, да там элементарно. Они себе, короче, смысл-то в чем? Оппозиция, как и оппозиция, они же меняются в западных странах. Это люди, которые объединены идеей. Но в большинстве нормальных случаев. Но трампизм это вождизм, да, абсолютный. Нацизм это вождизм. Путинизм это вождизм. Но вождизм, он никогда не идет как бы от вождя. Вождизм, вождь это вершина пирамидки. А вот эта пирамидка, вот эта насрана, да, это же народ насрал. Вот этот вот как голубиный народ, который стрел на все, что он видит, на всех вокруг. И вот они эту пирамидку насрали, а сверху положили в вишенку вот этого фюрера, да. И вот такая же история. И технология это неизвестность, образ мышления. Я же всегда говорю, что я не анализирую ничего по статистике, по социологии, каким-то этим вещам. Эстетический анализ очень простой. Они относятся, они ищут вождя. Они хотят вождя. Они хотят вот материализации своих чувственных иллюзий. Вот как формы людей. Ну у нас в Америке та же ситуация вот с Трампом. В принципе, та же самая ситуация. Ну правильно, но просто в Америке не все сумасшедшие, а там все. Пропорция. Потому что в Америке слишком много разных людей. А в России они все... Он еще, ну он, конечно, молодец в плане строительства рейха. Он увидел эту Ширнармассу. Он ее понюхал. Он понял, что же к чему, какие дрожжи туда кидать вообще. И когда-то сказал Шрёдеру, которому потом ли докупил, он сказал, видишь, Геркард, показываем на толку, они хотят царя. Так что уж извините, но нам ничего другого не надо. Мы вот такие, да, вот лапки, вот сортир дырка, вот окровавленный топор Раскольникова, вот голова бабушки, вот вам как бы плаха, вот вам и все. Да, и поэтому люди с таким менталитетом, причем смотрите, насколько вот эти навалинские адепты, это же просто аритметическое большинство. Там есть и другие, там есть и Каспаров, есть еще еще. Но там есть кто-то, кто действительно идейный. Айдер, там есть, смотри, это же огромное количество людей. Ну вот, если брать там, ну как называют, навальнято, да, или у нас как-то трамписты, там навальнято, путинисты и так далее, да. Вот среди навальных людей же есть какие-то идейные? Или там просто все, вот просто, ну же вождь и все? Нет, среди тех, кто в тюрьму сел, из-за того, что ходил на митинг из-за него, и издавал свои личные данные Волкову, ну и, соответственно, ФСБ. Конечно, есть романтики, честные люди, которые просто из-за вот этой жизни, в этом недостатке кислорода, у них немножко крыша поехала, ну, это бывает, но в горах, вот не хватает кислорода, и человек начинает дуреть, он и кружится голова и так далее. Я не подумаю, они идеалисты, они не виноваты в том, что они ему поверили. Им некому было, их поставили в ситуацию отсутствия выбора. Значит, Навального они объявили еблом. ЕБЛО – это единый безальтернативный лидер оппозиции. Кстати, никто его не выбирал, но вот бог. Это кто его так обозначил? Это его так когда-то назвал Белковский, я прошу прощения. Я просто не слышал этого. Наверное, на ЕБЛО – единый безальтернативный лидер оппозиции. Так же, как и сейчас, абсолютно самоназначенная вдова Навального будет тоже. Ну, как бы это вот такая, это по большому счету фильм «Корона Российской империи», проси меня, господи, отца этого придурка Киосаяна, вот царшего Киосаяна. Ничего там нового нет. Это комедия для детей. Но так как общество российское, пещерное, и даже хорошая его часть, они все равно дети, то ты злые дети, а эти дети такие помягче немножко, да? Но суть детского мышления это не отменяет. Они все равно ищут себе кумира, царицу, царевну рягушку, которую надо зацеловать, и она превратится. И вот Россия – это царевна рягушка. Все про Россию сказано в русских сказках. Царевна рягушка. Все. Можно поцеловать? Можно. Золотая рыбка? Можно, жена, желание? Можно. Можно на печке лежать? Можно. Можно там кашу с топором? Можно. И так далее, да? А кашу с топора варил солдат, который вечно был на войне. Да? Ну, есть как бы... Тут все, тут тоже вся история этой вот территории, этой русской империи и так далее, пещерной, она раскрыта. Ну, вот. Тут проблема в том, что это колесо никогда не остается... Оно прокручивается на месте. Там ничего нового не возникает. Они не переходят на этапы следующие. Поэтому это все вот так по кругу это говно месяц. Я... Поэтому хорошие люди есть? Конечно, есть. А кто сказал, что нет? Все, вопрос в пропорции. Да, вопрос в пропорции, да. Ну, понимаете, ну, это не разговор серьезных людей, когда говорят, а что нет среди хороших людей? Ну, это разговор с детьми в детском саду. А кто плохая? Там, Снежная Королева, там, или вот Кайс Герты, да? Детям так и надо объяснять. Я понимаю. Но все-таки мы же понимаем, что вот я все сказочные примеры привел, все их ожидания, иллюзии, их вот коннотации, там, ассоциации. Но это же все сказки. Мы возвращаемся к тому, что это сказки. Это сказки, ребят. Это сказки. Причем это сказки адаптированы для детей. Потому что настоящие руссконародные сказки, там одна кровь, там и насилие, и все остальное прочее. Ну, как и, впрочем, сказки многих народов мира такие натуралистичные. Это же были сказки для взрослых. Их детские сказки появились вот недавно адаптированные. Ну, как два-три столетия назад, да, где по-разному. Но они же говорят о мысли, то есть французы и немцы от этих сказок ушли куда-то, а эти просто начали писать те же самые жестокие сказки для детей, вот для дурачков про золотую рыбку и старевную лягушку прекрасную. Только надо целовать. Ох, опять жаба. Фу. Давайте новую целовать жабу. Давайте всех жаб перецелуем тут уже. Уже все уже в бородавках, как говорят, от этих жаб, да. А жабы никак, все жабы остаются, только раздуваются. Вот, по сути дела, отношение русских к своим правителям это отношение садиста такого малолетнего, который забавляется тем, что задницу надувает жабу, которую он где-то поймал. А потом она лопается, он ищет новую жабу. И кто бы ни был, они все будут надувать, надувать, потом он лопнет по тем или иным причинам. И потом они пойдут искать новую жабу. А этих головастиков в болоте сколько угодно. Поэтому там нет просто, смотрите, там нет вот такого элемента, который никто, на самом деле, точно не знает, версии есть. Почему человечество, вот мы же были обезьян, были счастливы, ели, что-то делали, там секс, наркотики, даже выпивку какую-то готовили себе. И вдруг прыжок интеллектуальный такой, и пошло человечество. Вот этого прыжка, если касается, говорить не о физиологии, а об общественном развитии, его на той территории не произошло. Вот они так и сидят на деревьях, они так и сидят в пещерах. Просто пещеры выглядят иначе. А менталитет-то то же самое. Поэтому я не верю. Я считаю, что всем людям, я никогда сам туда не вернусь. Даже если ипотетически представить себе такую возможность, я не хочу жить среди людей с мышлением антилюдей, с деструктивным, рабским мышлением, которое они, к сожалению, везут везде с собой. Вот этих блок плохов, этих диванов своих советских, они везут куда угодно. Я смотрю, они сидят в Амстердаме, сидят они в Вильнюсе. А рожи-то касавские, а говорят они одно и то же. А мысли-то у них одни и те же. Просто партком другой. Они хотят другого, первого секретаря, секретаря, другого фюрера, более доброго. Это все опять описано в их же литературе. Их литература, литература это просто пособие по технике безопасности. Ее просто читают не с той стороны. А так там все понятно написано. Все предупреждения. Там все написано. Внимательно читайте русскую литературу. Вот там прямо про них все. Никаких иллюзий не надо, не выдумывайте. Вот они вам все объяснили уже. Да, друзья, вы видите QR-код также в описании видео. И в названии к этому видео есть ссылка на канал Айдера. Кто не подписан, переходите по ссылке, подписывайтесь и ставьте лайки. Хотел еще воспользоваться моментом буквально. Мне один блогер написал из Казахстана. Парень, его зовут Дарья Рустамович. Канал Дарья Рустамович 2. Друзья, пойдите, кто хотите, пожалуйста, поддержите блогера. Он ведет такие эфиры, выходит на улицу Казахстана, разных городов и спрашивает у людей по поводу Украины и то, что происходит. Человек поддерживает Украину и сердцем, и душой. Поэтому поддержите. Дарья Рустамович 2 канал. Пожалуйста, пойдите, подпишитесь и поставьте лайк. Казахстан, кстати, много за Украину. Да-да-да, вот я смотрел его этот ролик, я смотрел его этот ролик и вот там, я полностью не успел досмотреть, это было буквально перед началом стрима, и вот там девушка, которая из Украины, она со слезами, и у нее там родственники и погибшие, и одноклассники, ну, в общем, и она благодарит казахов за ту вообще поддержку, которая есть сегодня от Казахстана для Украины. И поэтому я считаю... Ну, а Казахстана, как на стороне поддержки нет. От людей, от людей я имею в виду, да, естественно. От людей, да. Ну, я даже не знаю, я, честно говоря, не хочу выяснять процент, сколько там за Украину, сколько дурмами на русской пропаганды. Я думаю, что не знаю. Ну, им лучше знать, в любом случае, пока, вот в данный момент, это общество, которое пребывает в состоянии зародыша. Вот казахское общество, да, политическое, но в отличие от русского общества, там есть стремление к свободе и нет стремления к порабощению других. А у русских даже есть стремление к свободе, есть, все равно у них найдутся какие-нибудь хохлы, там, прибалты какие-нибудь, какие-нибудь грызуны. Они, наверное, назовут по-другому. Но манера остаться те же. Это, знаешь, как? Про демократическую власть. Вот ты где жил, когда ехать на власти пришло? Ты меня спрашиваешь? Да. Когда ехать на классик, я уехал в Союз от Америки в 92-м году. То есть Советский Союз распался, я уехал в январе месяце. Ну все, значит, ты чуть-чуть застал, но я-то все это наблюдал, и я тут прекрасно, я же за него агитировал, естественно, я был студентом, меня из института выгоняли там и угрожали. И тогда этот трехцветный флаг был флагом чуть не не вот прям красной тряпкой для них, для всех, да? И это была наша надежда, там, демократ, рядом с ним Андрей Сахаров, который, к сожалению, умер в 89-м году, там была демократическая платформа, но они как бы вместе были и с Сайдесом Литовским, и вообще со всеми национально-осводительными движениями, и берите суверенитеты сколько хотите, и СНГ, никакого Советского Союза, все равноправные и так далее. А потом уже, ну потом было то, что было потом, потом наследник Путин, потом вся эта история, которую все знают, а уже здесь, работая в Украине с 15-го года, я и встречаюсь с людьми, беря интервью у дипломатов, например, я понял, что это мы такой фасад видели, это мы хотели так видеть. А Ельцин приехал на первое же заседание СНГ с готовыми резолюциями, они просто раздали их, белорусские делегации, украинские делегации, казаки, по-моему, тоже были, потому что прикинули на стол парку. Типа давайте теперь выпивать, давайте проголосуем и типа выпивать. Ну и Борис Николаевич это любил, он говорит, у меня минуточку, но мы же даже не прочитали документы, говорит, что читать, мы все написали. А что это, на каком основании вы вообще это пишите, ну там, знаешь, типа полушутка, но напряжение такое, как вот купе в вагон, когда что-то не так, ты понимаешь, кто-то не тот с тобой едет, да? И он такой говорит, ну мы же Россия, ну мы же равноправные. Он такой смотрит, ну вы же Россия, вы же все понимаете, сказал он. И такой, понимаешь? То есть этот медведь никуда не уходил. То есть Москва, это Москва, потом долго-долго никого нет. И все должны подчиняться, получается, Москве. Как все регионы России. Да, да, да. Они хотят казаться безопасными, добрыми, гостеприимными, толерантными только для того, чтобы жертва расслабилась и ее просто кинуться и загрызть. Вот и все. Вот это ничего тут нового. Это было уже несколько раз в истории, много раз в истории, десятки раз в истории, в отношении разных народов и стран, в разных войнах и конфликтных ситуациях, в разные исторические периоды. И все время этот безумный Запад кормил эту советскую Россию, давал им трактора, производство, промышленности восстанавливал, автопромы восстанавливал, там еще что-то, дарили, ну они, понятно, ресурсов много там в империи наворовано и так далее. И вот они всегда, деньги и вот это ложь, деньги и ложь, и вот эта овечья шкурка, да, но и я уверен, что кто бы не пришел к власти, почему я говорю, что вот русский рейх должен быть разрушен, и точнее даже будет разрушен. Я этот лозунг изменил там где-то 7 назад, потому что это просто вопрос выживания человечества, если они останутся в каком-то сильном виде, вот не как Сербия, вот Сербия это идеальная Россия, на самом деле, ни ручек, ни ножек нет, ни выхода к морю нет, ничего нет, вот пожалуйста, прекрасная Россия будущего. Вот она выглядит не больше, чем Сербия и не больше, чем Венгрия, которые тоже амбитные такие, и у меня там и член был 3 метра, и клыки, и зубы, и когти, и крылья, там и копыта, и рога, а сейчас я сижу, у меня ничего нету, я могу только вот это воздух глотать, как карась какой-то, да, и там рассказывать, какая была Великая Венгрия от моря до моря, и что Белград моя южная столица. Хорошо, что делать с Россией с ядерным оружием, потому что вот я знаю, что я общался с разными людьми, вот если раньше, например, вот многие, как я вот вижу, да, позиционеры, они сыпались на вопросе Крыма, да, чей Крым, и сразу было понятно уже, да, то сегодня вот еще к этому добавляется ядерное оружие. Вот я знаю, что многие люди, которые сражаются сегодня против путинского режима, они все равно говорят о том, что вот ядерное оружие все равно нужно оставить. Но вот они говорят, они говорят, а мы решим иначе. Вот это не их вопрос, так говорить. Если бы они предотвратили эту войну, если бы они вписали свою страну в систему мировой ядерной безопасности, ведь Британия, имея ядерное оружие, не угрожает Франции, а Франции не угрожает Америке. И даже Китай ядерным оружием, по крайней мере, пока до сих пор никому не угрожал. Так вы же сами сделали такую страну, построили, допустили, привели к власти, равнодушно просрали путь к власти тех, кто превратил вашу страну в террориста с ядерным оружием. Если человек однажды совершает, или общество однажды совершает преступление определенного порядка, ну, вроде говоря, если человек делает какое-то количество изнасилований детей, например, но никогда ему больше не дадут разрешения работать в школе, если он изобличен и так далее. Так Россия изобличена как ядерный террорист. Она использовала ядерное оружие не для сдерживания, не для защиты своей территории, и сейчас использует, а для сопровождения своей террористической, людоедской, геноцидной деятельности. Поэтому, чувак, мы у тебя разрешение на оружие отбираем, ты псих. И когда он будет говорить, нет, у меня вот новая фуражечка есть, смотрите, я вот галстук купил, вот у меня книжечка, смотрите, я даже по-английски уже начал читать по слогам. Шариков, смотрите, в правлении Шарикова взяли. Нет, Шариков был, есть и будет Шариков. Никем другим он не будет. Этим гибридом собаки-балалайщика. Понимаете, когда надо, он собачек, он так высунется, и вы его хвостик виляет, и вы ему там, он будет облизываться, там будет ножки буша, будет лизать вам руки, да, а потом выйдет шарик с балалайки, с пикой. И в-под этой балалайки вам, да, из-под горбошки, на чем он там играл, она была, раз вам пику в бок ставит печень, да. И поэтому им, вот, по крайней мере, я думаю, что все придут к этому просто по результатам вот этой войны, которая на самом деле мировая, в каком бы виде она дальше не развивалась, она все равно мировая. Это мировая, конечно. Это война миров. И она все равно закончится тем, что мир победителя, я все-таки надеюсь еще на то, что мир, мир вот демократически проснется и не захочет, так бесславно умирать просто в путинском вонючем сортире, потому что он, короче, выпишет ему тюлей хороших, да, значит, это не Путину, а Путиным, всем им, всем, кто за, против или не против, или коллективным, да, виноваты. Да, и одним из условий любого возвращения в любые мировые конструкции, ну, если мир этот не одурел окончательно, будет, да, ребят, мы вас защитим, мы вас примем в НАТО, там, вот будет Татарстан, вот там, и это, то-то, 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 вот ваша Россия, вот там, три области, четыре, хорошо, пять даже, вот если вы так настаиваете, пусть будет пять, да, и даже берег Карского моря будет у вас вот даже чуть-чуть там, да, чтобы вы там величие свое ощущали, там, поддрать уже на Ломоносова, там, поставить себе Ломоносова и будете под ним, как под Кимрсеном ходить, да, вот, называя его ученым. Вот, но, ребят, мы вас берем во все союзы и гарантирую вам ядерный зотик, только вот ручки уберите со стола, ну-ка, давай-ка все оружие Вовочка сюда скинул, которым ты можешь уничтожить всю школу, вот тебе перочинный ножичек, иди вырезай фигурки своих вождей перочинным ножичком, вот, как Сербия, да, или как Венгрия, которые вот это величие ограничивается вот этим вот вырезанием фигурок прошлого, вот, они не излечатся никогда, вот Венгрия-то не излечились, сербы-то не излечились, я не верю в их излечение, я верю только в их обезвреживание, и я знаю, что это единственный способ обезвредить, а дальше пусть они развиваются, пусть в этом племени заводятся первобытно-общинные отношения, потом они перейдут к феодальным, потом они там перестанут друг друга есть, потом они начнут, изобретут колесо, потом что-то еще, но главное, чтобы они при этом не угрожали остальному миру, я в их сознательное исправление и так далее, я не верю по многим причинам, но по тем причинам даже простым, что они, в принципе, никто из них, ни один из них не умеет извиняться, это главное отличие от человека от развитого, от человека неразвитого, общества развитого, от общества неразвитого, у них не принято извиняться, у них общество... Да, неблагодарные, недоразвитые мира сего, я их так называю. А скажи мне, вот когда ты для себя понял, что вот все пропало, в России можно ставить крест, вот какой момент тебе было понятно? Это трудный вопрос, я думаю, что я понял это по реакции, я, к сожалению, до конца это не понял по реакции на Чечню, но по реакции на Грузию я понял окончательно, да, что это все, даже когда этот конфликт типа закончился, типа вроде как все разошлись, да, ну вот немножко побомбили грызунов там, да, но не так хотелось бы, конечно, хотелось бы ковровой бомбардировки, да, ну вот мы это, цитата на камни Навального, можно выбить вот это, например, да, много там может чего выбить, камень должен быть большой, чтобы все помнили, потому что ни за что не было принесено извинений, он как-то... Кто-то мне, я не смотрел, кто-то мне, по-моему, писал в комментариях, что он таки извинился за это, но я опять не извинялся, да? Нет, 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 извиняются, знаете, когда вот на ногу в автобусе наступают или в метро, говорят, ой, извините, и едем дальше, да? А это не на ногу наступить, это погибшие люди, это выселенные из Крыма люди, это запитые насмерть люди, это тысячи и десятки тысяч крымцев, которых из Небутергорода выгнали, когда он просто сказал, ну Небутергород и ладно, поехали жить дальше. Нет, не поехали жить дальше, нет, нет, мы вот через эти аушвицы перепрыгивать не будем, нет, за все это, за такие вещи не извиняются так. Но они, даже если извиняются, это все равно выглядит, все дайте еще конфету, дядя, ну как вот дети бывают, извиняются, да? Типа, ну они и грешат-то мало, да, дети? Ну вот я говорю не про степень греха детства, а про степень извинений. Он подходит такой, вытер слезы там, все, ну где-то там он нашкодил, он говорит, ой, мам, извини, дай конфетку, и мама дает ему конфетку, ну потому что есть надежда, что мама у ребенка справится и так далее. Они взяли эту тактику, прикидываться детьми, или прикидываться такими, ну типа извините, да тут у вас семья погибла, да извините, пожалуйста. Да, передайте проезд, да? Нет, никакого проезда не будет, мы вам не дадим никуда проехать. Вы либо будете стоять, сука, на коленях все, извиняться за все, что вы тут натворили, еще натворите, и не только тут, и перед чеченцами, и не оправдываясь кадыровцами, потому что это ваше произведение людоедского искусства, да? Вы будете стоять на коленях перед крымцами, перед украинцами, перед всеми, перед чухчами, которых вы геноцид устроили позапрошлым веке, и ни разу его не признали. Вот когда садите вот по кругу на колени все перед 130 народами, перед черкесами, от которых они зачистили Сочи и вот эту всю территорию, да, значит, если они этого не сделают, они этого не сделают. О чем вообще? С кем разговаривать? С кем иметь дело? Кто собеседник-то? Кто сосед-то? Он что, исправился? Говорит, я тут вчера вашу на личной клетке Чикатило встретил, вашу там жену, убил, изнасиловал, а утром пришел извиняться с бутылкой водки. Ну, конечно, мы тебя простим. Ну, конечно, конечно, простим. Ты же извинился. Тем более, если это свой, да, извиняется. Это же наш? Наш? Значит, можно, да? Они все живут по принципу свой-чужой. И вот есть такая книга, но там это тоже цитата. Это книга из русской истории, чуть ли не из Ключевского. Там очень все просто. Там полтора абзаца. Просто была шпаргалка, я ее сейчас просто достал и прочитал. Дело в том, что русские отличаются. И это вот те, как вы все на хобби. Это просто, давайте так будем, крепостные. Крепостные. Кацапы, мясники. Вот. Это же все не случайно. Кацапы же это не на заборе написано. Это казанская резня. Кацапы, мясник и так далее. Вот. Значит, вот они живут в крестьянской общине. Вот для них любой поступок оценивается не с точки зрения морали или закона, а с точки зрения свой это совершил поступок или чужой. В интересах это пещера или нет. Можно это поставить в пещере в плюс. Поэтому, когда Навальный говорил, что Крым не бутерброд, он понимал, что это уже занесли в пещеру. Понимаешь? Для него это уже проеденные жизни, выплюнутые кости. Они не другие за людей не считают. Ну, мы же целые людоеды. Ну, да, у нас тут костюм, троечка тут, да. Вот и так далее. Но это добыча. Закон нарушен. Нарушена мораль. Но добыча пользы для племени важнее. Вот эта племенная, общинная, крепостная или пещерная, это то же самое. Мораль, да? Она в них превалирует. И это главное, что отличает. Вот их, я их называю так по-научному. Я сам придумал. Анти-люди просто. Вот вроде как люди, но они отражаются в земле безостановленных. Люди, нелюди, анти-люди. Да. То есть для них все как дышло. Закон как дышло. Повернешь, туда и вышло. Вот так они и живут. То есть они живут не честью, не законом, а коллективной моралью племени. Она же банда, она же мафия, она же, я не знаю, в чем еще может быть. Но любое коллективное вот такое коллектив насильников, убийц, добытчиков, охотников. Я не знаю, кого там. Вот все, что в первобытном смысле, это как бы природно все, естественно. А все, что сейчас, это выглядит просто уже, ну, это терроризм называется. Вот, да? Это коллективное террористическое сознание. Это такой огромный коллективный раскольников, который решает, что я у любого топором уложу. Я имею на это право. Я русский. Все. Мы из пещеры. Вы о чем тут? Вы еще не знаете? Вы еще не знаете, кто тут на районе главный, что ли, да? Вы что, слово пацана, что ли, не смотрели? Ну, я имею в виду это преступление и наказание. Это же одно и то же. Слово пацана, преступление и наказание. Крым не бутерброд. Бомбить грузуно. Ой, извините. Ой, а что правда, как неудобно перед евреями вышло, да? Ну, ну ладно, там, вот давайте дальше ехать. Нет, никуда вы больше не поедете. Мы вам этого не простим. Украинцы очень... Сейчас еще одна история. Извиняюсь, перебью тебя. С Молдовой ты слышал про это, да? Вот эти гибридные заявы о том, что присоединить и Придестровье и так далее. Вот если бы он это мог, он это сделал прямо свой. Вот этот вопрос о том, что Путин, как любой бандит, как любой мафиози, как любой... Они делают то, что им позволяют делать. Вот если Украина ему это не позволяет, просто самим фактом сопротивления существования, он просто не дотягивается до Молдовы. И все. И поэтому А, У, открыл рот, закрыл рот и пошел дальше. Просто бандиты это понимают. Когда они видят перед собой реальную угрозу, отпор, я с бандитами вырос в Тамбове. Я родился случайно абсолютно. Мои предки там оказались с разных сторон, и все в сын, и капканы все. Просто нельзя было нигде жить. Вот там они нашли себе и учиться, где... И вот они там как-то случайно все встретились. Мама с папой их там ветки. Ну, мама с папой, короче. Да? Я же вырос для бандитов. Я знаю, как с ними разговаривать. Вот у меня дальше такой вопрос. Вот у меня всегда возникал такой вопрос. Я когда смотрел на Россию и пытался анализировать, я для себя задал такой вопрос. Как честный человек или как человек, у которого есть совесть, может находиться среди всего этого? То есть есть какие-то вот моменты. Либо он должен уехать, потому что он не может там находиться, правильно? Либо он должен бороться и что-то делать. Но он же не может просто молчать и ходить смотреть в эти лица, которые открыто... заявляют о фашизме, ну, в 21 веке. Ну, порядочный человек не может. Ну, смотрите, как тут... Я как скажу. Нет ничего кристально чистого и ничто не происходит в момент. Вот жизнь, она из эмбриона там в человека, потом, значит, обратно в могилу и так далее. Это круговорот такой, он не моментальный. Жизнь — это не карточная игра. Вот ты перевернул карту, и все ясно, да? Я тоже заблуждался. Все заблуждались. И все в моменте, когда, значит, иногда людям можно закинуть, ну, предъявить только сознательную подлость. Им нельзя предъявлять, вот, когда человек какие-то обстоятельства... Ну, это как нельзя, допустим, рассуждать исторические персонажи вне контекста. Есть абсолютные вещи. А есть вещи очень сильно зависимые от времени, общества, общественного развития. Например, Украина... Не ошибается тот, кто ничего не делает. То есть если... Ну, например, Украина времен оккупации Крыма, отношения украинцев к русским, и Украина 24-го года, отношения украинцев к русским, это вроде бы одни даже физические, одни и те же люди. Но это просто к тому, что как сильно влияют обстоятельства и так далее, да? Почему я вспомнил про Грузию? Потому что, и вот ты задал вопрос, это всегда трудно найти точную дату, и я всегда себя укоряю за то, что мне надо было раньше. Все это как бы самому в голову вложить. И, ну, наверное, не бывает ребенка за три месяца, да? Он так не выживет. Вот всегда это девять месяцев, ну или семь. Вот. И такая вот история. А я же тогда впервые написал, что они когда начали чистки грузин, вот под улюлюканье детей грузинских по школам начали искать, под улюлюканье Навального, про грузунов и так далее. Вот. А он, кстати, извинился перед школьниками с грузинскими фамилиями? Нет? Что-то мне подсказывает, что нет. Ну, перед каждым говнюком и черножопом извиняться это, ну, конечно, уже и не надо. То есть они вот так себя ведут, да? Для них когда надо, вы все черножопые. А когда не надо, ой, извините, простите, можно я дальше пойду? Вот. Вот. И, ну, мне кажется, мы все одно и то же обсуждаем. Я тогда наставил, что турбский фашизм, им это поняли очень немногие. Поняли буквально тогда только грузины. Вот в тот момент, я думаю, что у меня, может быть, и многие, большинство, они все, есть такие люди, грамоты, которые в Чечне воевали. Я их знаю вечно, вот из Уна Унсо, принципиальные люди, они раньше все это понимали. Но они постарше меня. Вот. Другой жизненный опыт. А тогда у меня большинство украинцев даже не поняло. Вот, честно. Какой фашизм? Ну, что смеет, русские братья, вот к Крыму вместе водку пили, там, и так далее. Да, на уровне шуток, да, там, и так далее. А это не шутка все. Это все кровью потом оборачивается. И просто, и, конечно, часть своей жизни тоже зря прожил. Что там было вообще делать до 43 лет? Ну, конечно, я так утешаюсь тем, что я все-таки умнее, чем большинство этих русских либералов, даже лично, может быть, неплохих людей, которые пишут, да давайте завтра соберемся в Лос-Анджелесе, пишет там Надя Толоконникова, и поговорим про прекрасную Россию в будущее. Я думаю, Надь, тебе мало, что ли, ты прекрасная Россия, тебе что-то хочется еще? И тут два варианта. Либо она просто бабьки таким образом косит, но говорят, бабьки она передает, за что ей благодарен, там, на поддержку Збройных сил Украины, немалые бабьки и так далее. Тогда пусть даже и бабьки так собирает. Я считаю, что это на сегодня момент помощь номер один. Вот если человек говорит, что я хочу помогать Украине и вообще миру в целом, он должен помогать сегодня вооруженным силам Украины и волонтерам, и те люди. Кстати, я знаю, что ты занимаешься тоже этим, да, волонтерской деятельностью. Вы собираете на дроны для украинской армии. Может, ты скажешь пару слов, и кто-то, может быть, подключится и будет помогать. Очень хорошо, что сказал. Я лично собираю там по разным поводам, но системно, системно. Я вот со своими друзьями, это Аркадий Бабченко, Андрей Соломко, это украинский телеведущий, его не знают, вот твоя аудитория, но это очень хороший парень. И мы еще с Серегой Высоцки, сейчас он пошел работать в оборонные отрасли, тоже журналист очень хороший, он основал программу, которая называется «Среда русофобов». Она выходит по «Среда» на канале прямой и у меня на канале, на YouTube-канале Игорь Буждабаев, в 6 вечера по киевскому времени. Вот как мы начали в это же время, только по понедельник, по «Среда». Вот, и если вы придете туда, я сейчас не буду забывать твой эфир и обрушивать море информации, мы собираем там для 48-го отдельного штурмового батальона имени Намана Чирибельджихана. Намана Чирибельджихан – это первый президент Крыма, это вот эта революция после распада империи, которую большевики потом все укопили в крови, до одной, включая и Намана, он был великим гуманистом, они его просто убили, как еще 600 человек всех интеллектуалов крымских в то время, и украинских, ну, все, везде бы они полетал одним и тем же, работают всегда. Что позволяет, то и делают. И вот назвали его именем батальон сбройных сил Украины, и там украинцы, крымцы, и, кстати, иностранцы служат из многих стран, потому что у них тоже идея, вот, все началось с Крыма, и все закончится Крымом, это, ну, так называемый крымский батальон, да, это единственное большое подразделение, которое можно назвать крымским, большое засуну. И командир Ильнур Слямов, значит, такой человек, который блокаду Крыма организовывал в свое время, и очень отважный и жертвенный, который всю свою жизнь посвятил вот этой борьбе, он сразу пошел в армию, и сейчас командир это произведение, которое он их создал по приказу командования сбройных сил, тогда еще, при заложенном, это было еще в августе прошлого года. Заходите туда, там мы рассказываем про потребности батальона, кстати, много людей из Америки, из Европы, звонят, присылают, я подписываю дроны любыми пожеланиями, вот, для врагов, люц, для анти-людей, вот, ребята много чего нужно, мы на лодке собирали, это же, видишь, Херсонская область, там вода, там очень тяжело. Собирали на лодке, собирали на дроны, собирали, я уже забыл, уже больше года все это идет, если вы хотите присоединиться и видеть конкретно, на что вы собираете вот, и помогать крымскому подразделению, вы, конечно, можете и обязаны, и я сам помогаю разным подразделениям, да, но просто вот тут целенаправленный сбор, чтобы не распыляться, конкретный командир, конкретное подразделение, конкретные потребности, но сейчас мы заканчиваем сбор на 50 дронов с приборами ночного видения, с тепловизийных дронов, чтобы ночью можно было, они такие более тяжеленькие, они больше берут взрывчатки, и они видят в ночи, и очень точно попадают куда надо, но стоит, правда, недороговато, ну, как, 30 тысяч ревенда, 800 долларов примерно, и вот мы собираем полутора миллиона гривен, мы должны будем закрыть сбор через неделю, потом будет еще один сбор, мы не останавливаемся ни на секунду, и вообще, если так вот честно сказать зрителям твоим, сейчас самый тяжелый период, если вы сейчас можете, вот сейчас больше помогать в ЗСУ, то помогайте больше, в два раза больше, чем обычно, в три раза больше, можете в десять раз больше, помогайте в десять раз больше, потому что вот эти три месяца, и эти полгода, и год следующий, вот это не следующий, а наш, да, нынешний, да, это время катарсиса вообще для человечества, и примите в нем участие на стране добра. Я поддерживаю сто процентов, друзья, да, поддерживайте волонтеров, людей, которые помогают украинской армии, это на сегодняшний момент очень важно, всем, что у нас в Америке происходит, вот эта мерзость, да, мне стыдно за это, наблюдать даже за тем, что происходит, поэтому сейчас нужно помогать вот всем людям, которые действительно хотят добра в Украине, и не только в Украине, от этого выигрывает вся вообще цивилизация наша, поэтому помогайте, 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 ссылки на канал Айдера вы можете видеть или по QR-коду подписаться, да, или же вы видите в описании ролика, нажмите, переходите и смотрите. Дякую, 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 дружи Игоре, так меня еще никто не встречает, это было по-украински, это было по-украински, это было во всем. Очень, очень для меня важно то, чтобы сегодня Украина и выстояла, и чтобы была помощь не прекращалась, особенно люди, которые поддерживают не просто словами, но и действиями, это люди, которые вызывают еще больше уважения, потому что на данный момент это самое необходимое, помощь украинской армии на сегодняшний момент самая необходимая. Да, ребят, и на прощание уже скажу, никакой эйфории, ничего хорошего на фронтах не происходит, поэтому донатки, вот и все из-за того, чего мы начали, да, из-за трампизма, из-за вот этих вот, не буду в ниграх характеризовать, но просто это вот из-за всего этого вот кардебалета, сейчас очень все тяжело, даже с патронами тяжело, со снарядами тяжело, с ракетами тяжело, и с дронами тяжело, давайте делать то, что мы можем по максимуму, вот соберитесь на это время, иметь участие в судьбе мира, иначе нашим детям мы такое говно подарим, что они на наших могилах, поюз, ничего не напишут, а могут только вот, я не знаю, если они вообще выживут. Я хотел, знаешь, спросить тебя, Айдер, ну уже как бы напоследок, да, здесь пишут именно про Украину, про оппозицию, я не могу не зачитать этот комментарий, потому что я, когда общаюсь, даже в рулетке с кем-то, и когда они начинают говорить, а в Украине то же самое, там тоже нет оппозиции и так далее, вот как ты, находясь в Украине, сегодня это вещь, смотри, вот я просто зачитываю комментарий, в Украине нема оппозиции, людей бьют, ТЦК, полиция ничего не робит, кордон закрылся. Вот, что бы ты мог ответить вот таким людям? Почему? Ничего, ничего, это тролль, это весь набор тезисов троллей, это сейчас идет такая спецоперация, поэтому я отвечать ничего не буду, умный человек сам разберется, это просто тролль, это там просто все три тезиса, они сейчас везде, ну, открою любой комментарий, любым видео, они это пишут, это русские работают сейчас так. То есть специально по-украински пишут разные комментарии, именно, ну, в принципе, как у нас здесь... Ну, полтора миллиарда, полтора миллиарда долларов они зарядили только в кампанию против Украины в Украине, чтобы вы понимали. Это такого, таких расходов, ни одна страна в мире на пропаганду не может себе позволить, но для них это важно, они считают, что это работает. Вот ты зачитал этот вопрос, я понимаю, что ты не специально это сделал, но ты уже, он уже сидит, ликует, вот этот вот человек. Это нужно либо разбирать подробно по тезисам, либо вообще не разбирать, потому что это закидывается только ради чего. Это все, это есть нарративы, я ночью разбуди, я прям сквозь сон тебе все вот эти три тезисы, я тебе напишу давно. Нет, ну я смотри, почему мне кажется, это важно, чтобы зачитывать такие, потому что важно, чтобы на это отвечалось и говорилось то, что ты говоришь, что... Ну я могу, например, можно посвятить отдельную программу, вот прям не так набегу, вот прям собери все вот эти нарративы, вот то, что сейчас наложат там говна под эфиром, про меня даже лично, про Украину, про ТЦК, про то, что все пропало, про то, что кругом коррупция, про то, что Украине нет оппозиции, что Зеленский это новый Гитлер там, диктатор. Америка кинула всех. Вот может прям, я же просто назвал эти нарративы, я боюсь, что-то забыл, но я боюсь, что я забыл один-два нарратива. Ну Америка бросила Украину, этот один из главных жена. Ну это да, это уже все в рамках того, что все пропало, да? Да. Поэтому выпиши сколько угодно тезисов, мы по каждому, каждому тезису уделим ровно по минуте, это будет такая про пинг-понкурса такой интеллектуальный, где мы покажем зрителям, как легко эти аргументы друг с другом связаны и как легко отличить херню вот такую, которую нам на уши вешают от настоящей вкусной, например, лапши из лагмана. Алексей Гатеренко показал на панельной секции в Гарварде справженный мастер-класс. Ну это по поводу чего... Ну молодец, он прекрасный, у него прекрасный английский, молодец, он может себе позволить. Я не знаю, про что идет речь, я не знаю, ты смотрел... Он хорошо выступает, Реша хорошо выступает. Не, я видел когда выступление, но я именно про Гарвард, я ничего не знаю. Не, ну я его знаю, я просто его слышал в выступлении, я так по-английски никогда не смогу говорить, как он, вот, а он, Вера, он выступал, везде, где он выступал за Украину, вот, на международной арене, это просто блестяще. Ну вот реально блестяще. Но он говорит важные вещи, да. Но главное сейчас что? Он, кстати говоря, представитель оппозиции. Ну и что, в Украине нет оппозиции? Привет, тролль, иди с полки пирожок забери. Все мы это знаем прекрасно. Это мы, просто люди не обязаны... Я не обвиняю людей, которые могут в это верить, например. Или они на то и рассчитаны, чтобы сомнения посеять. Люди не обязаны следить за всем 24 на 7. Для этого есть люди, которые профессионально могут это разобрать, честно, профессионально глядя в глаза. Я готов, если нужно, давайте проведем такую программу. Пишут, многие украинцы этому верят. Ну а это людям свойственно. У людей, слушайте, война, тревога, тревога за детей и так далее. Это же все тоже психологические атаки. Это же вот, ну, можем разобрать на примере, допустим, когда болеет ваша собака. Что, как можно вас везти до самоубийства, просто из-за того, что ваша собака начала кашлять. Рассказать ей с профессиональным видом, что она умрет завтра и так далее. Ну, понимаете? Ну, все, давайте на сегодня хватит уже. Хорошо, тогда будем отпускать Айдера. Друзья, я по возможности приглашу Айдера еще на стрим. Мы еще обязательно пообщаемся. Задавайте ваши вопросы. Знаете, как мне посоветовала Алена, я думаю, что это очень хороший совет. Если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотите задать, потому что иногда бывает очень много вопросов, в чатике бежит, я не успеваю все посмотреть. Пишите в Телеграме ваши вопросы, и я вопросы просто буду брать, переносить к себе на стрим, и эти вопросы будут как бы вне очереди. Потому что иногда, ну, не всегда получается прочитать, чем быстро бегут эти вопросы, иногда я что-то могу пропустить. Поэтому, пожалуйста, пишите ваши вопросы в Телеграм-канале. Айдар, тебе большое спасибо за стрим. Друзья, еще раз вы видите QR-код Айдера на экране. Также вы знаете, что в описании к этому ролику и в названии этого ролика есть ссылка на канал Айдера. Пойдите, пожалуйста, подпишитесь, смотрите, ставьте лайки и так далее. Я считаю, что сегодня нужно объединять все усилия. Какие только возможно объединять усилия, нужно объединять для того, чтобы это безумие как можно скорее закончилось. Потому что сегодня идет борьба именно недоразвитости с развитием. И люди, которые по-настоящему хотят помогать, они помогают. Не просто отмалчиваются и так далее. Помогайте, помогайте. Айдар, большое тебе спасибо и слава Украине. Смерть врага. Смерть врага. Друзья, я вам всем желаю, как всегда, добра, любви, счастья, благополучия, понимания, скорейшей победы и мира. И мы с вами скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok